Сегодня о чем мы будем говорить? Опять же, о депутатах, о работе с ними, о муниципальных уставах, подготовке программы развития округа, региона, о кодексе чести депутатов и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. И Александр Федорович Соколов. Добрый, здравейте, Александр Федорович. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Искренне рад очередной встрече с вами. И надеюсь, нам будет интересно. Хотя, кажется, тема какая-то очень своеобразная. Да, тема своеобразная называется на так. Сейчас попытаюсь выговорить. Направление развития депутатского корпуса муниципального образования. Это общая тема. А вот под тему, которую мы сейчас будем с вами затрагивать, это еще интереснее звучит. Выработка и освоение взаимодействия депутатов с избирателями в исполнении и контроле депутатских наказов. Вы поняли, о чем я? Я тоже не совсем понял. Но сейчас вот Александр Федорович нам об этом всем расскажет. Смотрите, друзья. Несмотря на то, что кажется, как бы, тема, как бы, вроде бы, не самая-самая ошибка такая, интересная, которая завлекает внимание. Но если посмотреть серьезно и действительно вспомнить, что мы, как люди, как народ, особенно живя на местах, в которых всегда своеобразные обстоятельства, условия, традиции, привычки какие-то, ресурсы свои и так далее, то здесь все действительно немножко отличается чем-то другим. И те самые, так сказать, депутаты, которые сегодня являются представителями народа, пока еще, да, вот, хочешь не хочешь, получается, что с точки зрения закона сегодняшних, кроме тех, что мы перечисляли в прошлых программах, нам больше и взаимодействовать-то по-хорошему не с кем, да, но очень часто эти депутаты являются представителями и неизвестно каких-то, так сказать, интересов, какой-то, так сказать, ну, партии, да, принадлежат труды, озвучены партиями, но кто ими руководит, что они, какими целями имеют, и насколько это все соотносится с нашими, вот этими житейскими, так сказать, вопросами, прямо здесь, прямо на местах. И поэтому мы полагаем, что очень важно с этими вопросами работать конструктивно, серьезно, по-взрослому, и добиваться того, чтобы наша жизнь обретала и устойчивость, и условия развития, и самодостаточности, и много-много вопросов, которые человека делает человеком, и его пространство жизни действительно становится настоящим, живым, справедливым. И тогда только действительно люди успокаиваются, понимают, что условия все созданы, раскрывают свой, так сказать, творческий потенциал, начинают в это пространство добавлять много чего интересного, потому что чувствуют, а это особенность нашего русского человека, чувствуют эти справедливости, эти условия, они открываются всем сердцем, всем своим талантам, и начинается только добавление в это пространство всего лучшего, на что способен наш человек. Это же здорово на самом деле. Так вот, что же получается? Ну вот, последний выбор у нас, когда нашу Луганскую Народную Республику присоединили к России, честно скажу, вот это два года назад, кстати, сегодня у нас как раз праздник присоединения, вот, люди неподдельно шли на эти избирательные участки, у всех такой подъем энтузиазма, ну, понимаете, ну, наконец-то, как бы, ситуация позволила вернуться домой. Большой дом, который, ну, люди еще помнят, как огромная страна, которая жила достаточно устойчиво, с которой все считались там, уважали там, ну, и совершенно другие принципы были. И вот ради, как бы, воссоединения со всем этим люди шли туда. Но вот последние выборы наших депутатов, да, местных, объявили, так называемые, партии перед выборами. Почему-то людей, как бы, которые избираются самостоятельно, да, и объявляют о своем желании не кого-то, какую-то там партию представлять, а представлять людей. Этих вообще не запускали до выборов, да, на этот раз. Только партии. Вот я читаю, партия «Единая Россия». Там буквально человек 200 печатают, так сказать, в соцресурсах наших, вот, в соцсетях. И действительно читают, там есть нормальные люди, которые их лично знают и так далее. Ну, выбрать надо же там 25 человек, а где-то 20 только этой партии были. И когда приходят в списки, там больше половины, да, если почти не все, ребята, ну, мягко говоря, случайные, и они среди людей не пользуются ни уважением, ни авторитетом, ни так далее. Они почему-то попадают. Ну, это же несправедливость с нашей точки зрения. С кем тогда взаимодействовать, кому давать там поручения, какие-то, так сказать, пожелания, с кем формулировать, вырабатывать какие-то цели справедливые для людей. Да не с кем. Поэтому вот эти вопросы, на наш взгляд, они очень-очень важны. И получается, что пока мы не освоим вот этот, так сказать, весь состав этой работы с депутатами, да, и не позволим себе этой работой заниматься, заниматься вплотную, регулярно, на уровне, так сказать, обязательно устойчивых результатов, ну, ждать это, что нам остается? Да ничего ждать не остается. К сожалению, многие люди только начинают критиковать, плакать, ныть там, кто там, что там нам даст, и так далее. Но это все равно, что, понимаете, мне надо, допустим, кусок хлеба к обеду принести, а я сижу, ною, вот система плохая, вот никто не несет, вот этот гад, этот такой, этот такой, и так далее. Ну, понимаете, и здесь та же самая логика. Если мы не управляем своей собственной жизнью и не стараемся сделать что-то для нее, но откуда она возьмется, это что-то? Да ниоткуда. Так вот, учитывая современное правовое пространство, да, хочешь не хочешь, пока что мы, ну, как бы, вынуждены выражать свою волю через тот самый депутатский корпус, который мы избираем, так вот, когда мы, несмотря на партию, хотя по закону положено и есть возможность, ну, выбирать тех, которые, как бы, сам произвольно заявляет, ну, самые избранные. Самовыдвиженец. О, точно, самовыдвиженцы, да, вот, когда мы находим такого человека, или знаем его, не просто там откапываем где-то, да, а знаем его, что он работает, у него хорошая, хозяйство, да, человек ответственный, люди у него достаточно, так сказать, все устойчиво работают, зарплату получают, он много понимает, так сказать, пользуется авторитетом, морально-нравственно, так сказать, достаточно высокий человек, и образованный, и культурный, и так далее, да, ну, пока еще есть у нас такие, вот, когда мы находим этого человека, а он сам в жизни выявляется, его не надо там с миноискателем искать, да, сама жизнь выявляет таких людей очень быстро, и мы что делаем, мы начинаем с ним беседовать и разговаривать, и помогаем ему воодушевиться нашей поддержкой, чтобы он стал действительно нашим избранником, и выразителем нашей воли, а это не только наша воля, это в глубине его, так сказать, понимания жизни, это и его воля, и его семьи, и его будущих потомков, и все остальное, и вот, когда мы таким образом находим этого человека, да, мы начинаем, что, просто начинать с ним беседовать, и определять весь круг, что мы хотим от этой жизни, весь круг вопросов, да, как, что, почему, зачем, там, и так далее, и так далее, и вот, когда вот это все становится нам в диалоге, как бы, понятно, так сказать, выявлены все главные узловые точки, да, каким образом мы можем это все оформить, да, мы создаем инициативную группу и избиратель, это предложение, тут нет никакого, там, навязчивого, так сказать, это, ну, просто слушайте и понимаете, что на местах вы можете что-то свое, там, придумать, прибавиться, и вот эта инициативная группа, она является, ну, как бы, своеобразным тылом, уже, в зоне, в пространстве, избирателей, для того самого депутата, с которым мы договорились, да, и вот когда вот это все стало, так сказать, для нас понятно, для избирателей, которые создали инициативную группу, определились со своим депутатом, да, или, допустим, если уже сейчас положение таково, что уже депутаты есть, и там еще сколько-нибудь, года четыре, так сказать, депутатствовать, да, мы определяемся из тех, кто есть, но у меня, допустим, есть такие люди, с которыми можно разговаривать, которые слышат какие-то нормальные, человеческие, так сказать, аргументы, там, и так далее, вот, вот с ними можно начинать работать, да, и одно из предложений, какого рода, и это позволяет нам, гражданки, кодекс, мы делаем собрание избирателей, да, то ли в лице, это инициативные группы, то ли, так сказать, назначаем собрание избирателей, ну, все это возможно, кстати, в законе о местном самоуправлении, точно так же, как в Конституции, там, 132, по-моему, статья о местном самоуправлении, да, точно так же, там допускаются разные формы и работы, и взаимодействия, вот, в этих направлениях, подчеркиваю, разные формы, не запрещаются, и вот, когда мы с этим определились, да, мы, как бы, подписываем договор избирателей, да, ну, в лице, конечно, тех, кому это доверено, с депутатом, о контроле и выполнении совместной, так сказать, деятельности и совместных решений, которые мы приняли с избирателем или дали ему, как, как бы, своего рода депутатки на кастом и так далее. Конечно же, это определенная работа, конечно же, она, ну, так сказать, предполагает, что должны собираться люди ответственные, да, которые действительно болеют за наш регион. Я вот вам в прошлый раз рассказывал, да, когда я в нашем музее в краеведческом отделе познакомился с историей города нашего, братцы, ну, у меня просто, так сказать, такое ощущение, восторга, гордости и радости за то, что я здесь живу и так далее. Какие люди потрясающие были, какая история там, сколько тысячелетий здесь развивалась, продлевалась там и так далее. Ну, как, как, как это не понимать? И вот, когда ты это чувствуешь, понимаешь, или когда я, допустим, смотрел на этих ребятишек, которые после освобождения нашего города в 43-м году, 14 февраля, как они, пацаны, 14, 15, 16 лет восстанавливали шахты, понимаете, за две недели семь шахт восстановили. Понимаете, у меня просто, ну, ком в горле стоит, и я понимаю, что они смогли, а мы что, совсем сопляки, что ли? Ничего не можем, не понимаем, не знаем, что ли? Или не хотим? Ну, и вот таким образом вот рождается вот это чувство восторга, радости, какого-то, так сказать, гордости за свой регион и так далее. И вот на основе этого, понимая, так сказать, эти все моменты, помогая друг другу осознать, насколько это важно, насколько это работает, насколько это все вот как бы по-нашему для нас и это можно развивать. Вот мы и строим наши отношения. И когда мы, так сказать, заключаем этот договор с депутатом, что, опять же, подчеркиваю, допускается гражданским кодексом, получается, что в этом договоре мы сами, может быть, мы еще коснемся этого момента, но мы сами определяем, о чем, какие, так сказать, механизмы, принципы надо применять, законные, подчеркиваю, чтобы результат наших, так сказать, деятельностей имел там, устойчивость, имел то, что надо народу, что для него справедливо и так далее. И, конечно же, очень важно проводить определенные мероприятия, которые мы, ну, назовем их мастер-классами, вот мы встречаемся группой, там, избиратели, там, или, цар-инициативная группа, встречаемся с депутатом, мы сначала, ну, можем такие проводить ролевые игры, сейчас таких технологий очень много, например, да, где мы помогаем начинать друг друга чувствовать, да, депутат чувствует, что его уважают, что он работает, трудит, да, справедливое дело, а избиратели слышат, что их слышат, понимаете, что готовы поборваться за их общее мнение, что эти вопросы ставятся в план действий, в план целей, там, и так далее, и так далее. И когда мы вот это все, так сказать, проводим, такого рода мероприятие, мы понимаем друг друга, мы слышим друг друга, и атмосфера такая доброжелательная, что, ну, ради этих людей хочется трудиться, хочется идти, так сказать, до конца, и так далее. Вот такую атмосферу очень важно тренировать между собой, депутатом, ну, и так далее. Это не такие сложности. Да, кому-то кажется, что это, ну, как бы, немножко там не о том, а о том, а мы же привыкли, да, сходим на работу, да, за зарплату. Вот это моя реальность. Больше я ничего там не понимаю и видеть не хочу, да. А когда, как мы вот в прошлый раз говорили, на этом, так сказать, поле этих власти, так называемой, да, принимается решение, там, пробивается какое-нибудь бюджетное, так сказать, наполнение для этих целей, а потом выясняется, что эти цели, эти средства попадают к каким-то там родственникам, да, плюс, ко всему прочему, эти родственники так распили этот бюджет, этот бюджет, что потом ждите, то трагедия, то наводнение, то разрушение, то еще что-то такое. Ну, тоже ребята, по-моему, в Липецкой области, улицы, да, договорились, так, эффектом местного самоуправления, провели собрание, забили деньги, бюджетный, ремонт дороги по улице, ну, били 5 миллионов в бюджет, да, дорогу построили, ну, что-то возникло сомнение, пригласили этих опытных экспертов, сделали там пробы всего этого асфальта, оказалось, что вообще не соответствует ни проекту, ни смены, то есть, смете, вот, а получилось, что из этих 5 миллионов на саму дорогу затратили только полтора, а все остальное распилили там между родственниками, ну, это же факты, понимаете, как можно ждать от таких, так сказать, руководителей чего-то для народа, вот, понимать эти все вещи и участвовать в них, использовать для себя, на наш взгляд, это очень-очень важно, и в силу того, что мы, как бы, сейчас так, самоустранились от жизни, которая призвана и с нами происходить, и в нас развиваться, и это все коллективное взаимодействие, в одиночку человек один ничего не сможет, ну, можно спрятаться в тайге, там, где-то какой-то землянке, сходить, ягодки собирать, до зайцев стрелять, там, и так далее, но это не та жизнь, понимаете, вот об этом мы, собственно, и радеем, и хотим, чтобы это стало достоянием и вашего понимания, пробудилось, как основание для подобного рода работы, вот, чтобы ты ко всему этому добавил. То, что ты рассказал, это воспринимается, как некий идеальный вариант, а может быть, даже так идеалистический, утопический. Почему? С одной стороны, это необходимо делать, и необходимо, чтобы это было. Иначе, если депутат никого не представляет, то вопрос, а может ли он называться депутатом. Ведь слово депутат обозначает, что это представитель, представитель тех, от кого он выходит во власть, чью волю он несет, чьи слова он доносит и так далее. И на сегодняшний момент мы видим, что так называемые депутаты совершенно оторваны от тех, чью волю якобы они представляют. Поэтому, исходя из практики современной жизни, мы видим, что то, что ты сказал, вот так оно должно быть. Но так ли оно сейчас есть? И достижимо ли оно на данном этапе? И вот тут необходимо нам, наверное, очень хорошо репку так это наморщить, почесать и подумать, почему оно так есть? И на мой взгляд, оно так есть, потому что мы привыкли, что за нас кто-то что-то решает. Мы привыкли к тому, что какой-то умный дядя, тетя наверху, поставленные туда, все сделают как надо нам. В итоге получаются вот эти самые дороги, по которым ездить нельзя, какие-то там другие проекты воплощенные, разворованные, за которые никто не отвечает. Ну, деньги куда-то ушли, ну, миллиарды куда-то, ну, и чего, и нету. Да, последнее время мы слышим какие-то разборки по коррупционным деяниям, да, кого-то там посадили, но посадки настолько малы по отношению или в соотношении с воровством, что это вообще ни о чем. Если у нас появляются сообщения, там, например, раз в два месяца, а может, раз в полгода, о том, что какого-то там очередного представителя какого-либо там департамента направления взяли за мягкое место и обнаружили, что у него там, ну, там 50 миллионов лежит, а на счету там еще побольше. Ну, все, все считают, ух ты, здорово, лед тронулся. А я считаю, что нет, лед не тронулся. Скорее всего, кому-то он не угодил, скорее всего, с кем-то не поделился, скорее всего, кто-то метил на его место. Вот и вся история. Если бы лед тронулся, то в этом случае тогда такие дела вскрывались бы каждый день не по одному разу. Каждый день там мы бы слышали 10 коррупционеров поймали, а тут и 100 припоймали. И вот сейчас праведный суд ведет. Идет возврат имущества в казну народную, возврат денежных средств в народную казну, возврат там еще чего-то в народную казну. Была вскрыта целая сеть из таких коррупционеров, где друг друга каждый покрывал, как рука руку моет в этой поговорке. И вот накрыли всю шайку-лейку. И вот выяснили вот эти подлоги, вот эти подлоги. Вот тут при них была ОПГ своя уже под видом какого-нибудь там частного охранного предприятия. Вот если бы лед тронулся, если бы на самом деле было то, что мы хотим, то тогда было вот так. А вот эти все разборы с коррупционерами или разговоры о разборах с коррупционерами, которые происходят, но в лучшем случае раз в два месяца, это, на мой взгляд, ни о чем. На огромнейшую страну, которую мы сейчас имеем, и на огромнейший депутатский корпус. Вот поэтому то, что ты рассказываешь, это должно быть, но это звучит идеалистически и для многих утопически. Так вот, что необходимо сделать, чтобы это из утопического перешло в реальность? На мой взгляд, каждому надо понять, что сейчас не те времена, когда мы можем сидеть, заниматься творчеством и не думать о том, что там есть во власти. Я сейчас не говорю про политику, я говорю про власть. Политика – это мелковато для нас. Да, нам приходится иногда там говорить о политике, иногда заниматься политикой, но мы не должны заниматься политикой, мы должны заниматься жизнью, властью. Потому что политика – это то, что исходит из денежных каких-то оборотов, то есть из хозяйственной деятельности, и то, что прикрывается властью, либо наоборот, политика прикрывает этой всей мишурой властью. Поэтому политика – это мишура в данном случае, и она находится в руках тех, у кого деньги, у кого ресурсы, и кто ставит своего во власть. Давайте честно схематику посмотрим. Поэтому кто предлагает заниматься политикой, только политикой, не занимаясь властью, то в этом случае это опять либо что-то неполное, либо это, скорее всего, вот в сторону. Потому что вот давайте, давайте покричите, создайте свою партию, попробуйте ее зарегистрировать, попробуйте на выборах пройти, попробуйте там еще чего-то. Проходит несколько лет на это дело, огромное количество средств, времени, мы постарели, кто-то из нас уже ушел из жизни, а ничего не сдвигается. Потому что политику крышуют те, кто находится с деньгами, с ресурсами, хозяйственники, и кто поставил во власть кого-то. Вот эти самые олигархи крышуют политику. Поэтому политика – это маловато для нас. Почему я всегда говорю, мы не занимаемся политикой. Так вот, каждому из нас это необходимо понять. Если мы сами не станем ресурсом, уж извините, такое иностранное дурацкое слово по отношению к человеку, то есть не станем теми, кто независимо могут себя, независимо от всего, кроме, может быть, метеорита сверху, солнышка или подземного вулкана, прокормить себя, одеть себя, воспитать своих детей, то в этом случае мы властью являться не будем. Мы хозяйственниками являться не будем. И поэтому в политику, вот к этому корыту, нас никто допускать не будет. А если мы становимся хозяйственниками, если мы сами независимы от всех, мы сами тогда уже являемся властью априори. С нами начинают считаться. Да, сначала властью на нижнем уровне, потом властью повыше и так далее. Без всяких там вот этих игр политических, без всяких этих игр политических, там в партийных имеется в виду, мы становимся. И вот тут тогда мы уже любому депутату, которого мы сами будем назначать, сами будем направлять, можем дать вот эти все установки. Да мало того, он сам будет стремиться это исполнять, потому что он выйдет из нашей среды. Он такой же хозяйственник, он такой же участник всего нашего дела. Но это опять же несколько далекий шаг. К этому надо прийти. А вот сейчас что делать? Сейчас, на мой взгляд, необходимо брать свои ноги в руки, собираться вместе и говорить, если есть какой-то депутат, по закону он обязан нас хотя бы выслушивать, по закону он обязан хотя бы там что-то исполнять, по закону. И по идее мы можем писать какие-то петиции, ну понятно, что эти петиции будут, как овцы пишут петицию Волкан, но все равно какие-то петиции, какие-то требования для исполнения. И вот тут разговор о договорах, он как-то уже становится более реальным. Когда мы приходим, вызываем этого депутата на разговор, так, Иван Иванович, иди сюда. Вот они мы, жители вот этого какого-то места, за которое ты в ответе, условно, от которого ты являешься депутатом-делегатом. Пожалуйста, вот наш наказ. Не просто мы тебе на словах сказали, а наш наказ тебе. Вот прям мы прокатали, протокол записали и тебе в руки его передали. И пишем в этом договоре, если это не будет исполнено, то тогда тебе вот такие-то санкции с стороны народа. То есть мы на тебя там подаем сюда-то, 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 мы тебя отзываем там и много чего делаем. Мало того, мы договариваемся, когда ты перед нами отчитываешься, что когда происходит. Это, на мой взгляд, это полумеры, но вынужденные полумеры, которые сейчас вот из обстоятельств жизни мы можем хоть как-то предпринимать. Мое стремление дальше, к народовластию. Но на этом этапе, скорее всего, это будет выглядеть так. Если я правильно себя понял, то вот, скорее всего, так. Если ты что-то хочешь уточнить, добавить, поправить мне в чем-то, я буду рад. Леш, абсолютно верно. Да, ты отметил, ну, как бы, что это как бы идеальный вариант, да. Но, братцы, если мы не осознаем вот этой разницы, как должно быть и что есть, конечно же, мы и будем такими инеркными терпеть продолжать там и все остальное. Так, конечно же, не должно быть. И поэтому, если мы берем голову в руки и понимаем, что жизнь может быть устроена по, так сказать, по справедливости, то она же не падает такой готовой по справедливости сверху. Ее надо созидать. И по-другому никак не получится. И мы на месте лучше знаем, чувствуем там своим желудком, своими, так сказать, обстоятельствами жизни, что хорошо, что плохо. И, конечно же, надо перевернуть это сознание, которое в итоге начнет созидать эти условия. Но не бывает по-другому, понимаете. Как бы мы ни прятались, как бы мы там. А вот эти все ступени, они достаточно простые. Вот сейчас ты назвал их действительно, как встречаться, как говорить, как обозначать, так сказать, какие-то главные темы, моменты и как их, так сказать, требовать. Это одна сторона. А вторая сторона, братцы, ну пора уже усвоить. Понимаете, вот это убеждение и привычка, которая в нашем подсознании сформировалась. А кто мне даст? А что я один могу сделать? Ну и так далее, и так далее, да. Она же действительно руководит вашими мотивациями, руководит вашим поведением. Понимаете, одно дело сходить, так сказать, третиться с депутатом, обсудить все вопросы, найти соратников и так далее. А так ты лёг с пивом на диван, уходи, я такой, так что это не мой вопрос, никто мне не даст, ничего не сделает. Ну и хорошо. А потом приходят, вот как сегодня на Украине, да, эти все америкосы там и прочее, прочее, шеваль, я по-другому их не могу назвать, понимаете. Вообще на уши навешали и пожалуйста, вот, вас уже нет. Потом говорят, это земля не ваша, это территория не ваша уже. Вы здесь никто, звать вас никак. Сидят мы хозяева. А мы лежали и думали, ну вот, понимаете, вот сегодня до такой степени пришло время осознать, что этот пресловутый, богатый Запад, им нужна наша территория, нужны ресурсы. Мы, как люди, со своими там правами, мечтами, для них пустое место, понимаете. Вот, ну вот, на глазах всё происходит, да. Вот, Израиль затеял войну на Ближнем Востоке, да. Вот, Иран, как самая сильная страна на этой территории, вроде как готова постоять за своих братьев, мусульман. Приезжают американцы, о чём-то там шепчутся, что-то там обещают, и что? Ноль. Никому не интересны эти, так сказать, моменты справедливости Ирана. Опять всё продолжается, опять вся трескотня, бойня, так сказать, и так далее. Это ж, ну, настолько всё становится очевидным, что, ну, просто ужас, понимаете. Точно так же, когда это мировоззрение превалирует, так сказать, сознание людей, и мы спокойно терпим, надеемся, он там же сидит в кабинете, он мне должен, да, я уже говорил всё про то, кто мне должен там хлеба принести. Да не бывает такого. Вот эту взаимосвязь, эту логику обстоятельств событий, их пора вот тут уже понимать. Вот такой момент. И, конечно же, когда мы начинаем выстраивать эту работу, о которой говорилось чуть выше, она всё равно даёт результат. Обязательно даёт результат. Но этим же мы формируем и привыкаем сами внутри себя осуществлять свои конституционные права. Третья статья. Источником власти является народ, народ осуществляет свою власть непосредственно. Ну, что ещё надо? Ну, как, друзья? Понимаете, в той же конституции записано, что мы имеем право собираться мирно, там, без оружия, там, решать вопросы, управлять, так сказать, принимать участие в управлении делами государства. Та же самая, 75-я статья, штрих, которая говорит, АГСОС обязан нам создавать все условия. Ну, и так далее, и так далее. Понимаете, когда немножко знакомый начинаешь акцентированно ставить вопросы, никуда не денешься, их приходится решать. Вот к этому надо привыкать. В это, ну, как бы, трансформировать своё поведение, в это право управлять своей жизнью. Строить её по самым лучшим, так сказать, канонам. Вот в этой части мы хотели обратить ваше внимание на это. Ты затронул и такие общие, глобальные, всемирные подтемы сегодня. Например, как себя ведёт хозяин на своей земле. Вот Израиль в данном случае – хозяин на той территории. Кто бы чего ни вякал, кто бы чего ни говорил. Им необходимо эту территорию зачистить. Они ни с кем не советуюсь, не получая каких-то разрешений в ООН, каких-то международных комитетах. Взяли тысячекилограммовые бомбы или пятьсоткилограммовые бомбы, по восемь штуках в одно место запустили, где скрывается тот лидер, которого надо уничтожить. И неважно, есть ли там вокруг живые люди. Вот неважно. Вот туда это всё маханули, пол города снесли, одного убрали, пол города снесли, второго убрали, всех руководителей убрали, то есть обезглавили руководство. И всё, теперь можно начинать наземную операцию, потому что войска разрозненные, повстанцы разрозненные. И теперь хоть с трактором туда заезжай, всё сноси. И куда эти несчастные плебеи побегут? Как они там будут в этих пустынях жить? Чем они там будут питаться? Есть у них вода или нет? Что с ними детей? Их ни разу не интересует. Они просто так вот стёрли и всё. Почему? Потому что они хозяева. Они что хотят, то и делают. И вот эти все вякния с пикетами, протестанты там какие-то ходят. Их ни разу не интересует. Почему? Потому что хозяин не обращает внимания на блеяние овец. Если хозяину нужно вот эту овцу зарезать, он уберёт и её режет. Как бы другие овцы были недовольны этим. Его это не интересует вообще ни разу. Мы должны это понять. Сильный понимает только силу. И чтобы нам проявлять свою волю, нам необходимо стать хозяевами на своей земле. Хозяевами. И тогда, если сейчас вот это всё осмыслите, вы поймёте, почему идёт такая затяжная война, когда один народ уничтожает сам себя. Хотя её можно было закончить, начать и закончить буквально за одну-две недели. Всё вообще без каких-либо там серьёзных разговоров. Но политические разговоры, обещания, встраивание в экономический внешний контур, может быть, заранее встроенные, искали, сейчас дёрнешься, мы тебе тут всё перекроем, ставят всё на место. И поэтому, когда кто-то приезжает откуда-то и говорит, ну, если ты сейчас сделаешь вот так вот, то будет проблема у тебя. А что делать? Ну, пускай оно идёт само вот так вот, пускай их вот друг-друг там уничтожают. Как там Чубай сказал. Ну, у них пишутся ведь там 20-30 миллионов. Ну, что, новые народятся. Вот всё идёт по этому сценарию. По сценарию людоедов. Поэтому, если мы хотим, возвращаясь к корпусу депутатов, чтобы власть была народная, народ должен становиться властью. А власть – это хозяйствование. Власть – это взаимодействие. Власть – это самообеспечение. И полная независимость от чужого мнения, которое подкрепляется чужим экономическим воззрением. Продуктовая безопасность, ментальная безопасность и прочие другие. Это всё характеризует хозяина. Вот мы такими должны становиться. Вы поймите, другого выбора сейчас нет. Либо мы живём как хозяева, либо нас в ближайшее время здесь не будет. Выбора нету большого. Только да, но как хозяева. Либо нет. Всё. Ну что ж, благодарю тебя за интересный разговор, за интересное повествование своих мыслей. Затронули мы несколько иную тему, но которая косвенно всё равно пересекается с тем, что касается нашей жизни. А нашим радиослушателям и зрителям я желаю, как всегда, всего самого доброго, мирного неба, осмысления, здравомыслия и через это любви, здоровья и счастья. Быть добру. Так точно, друзья. Быть добру. И надеюсь, наши следующие встречи будут, как бы, по нарастающей, помогать вам осознать необходимость решения подобных вопросов и всё, что от нас зависит, мы совершенно искренне и по-доброму делаем для вопросов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.